приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео расскажу вам про интервью с креативным директором мира танков это интервью брал эвил грани это видео я думаю многие уже посмотрели расскажу вам что в нем было в этом видео а также потом выскажу свое мнение но и в принципе по мере рассказа буду высказываться что я об этом всем думаю вы узнаете и что в этом видео было в этом интервью и мое мнение также свои впечатления можете написать в комментариях также не забывайте подписываться начало интервью было пресным и интересным для тех кто уже давно находится в игре мир танков поэтому некоторые вещи я буду пропускать поскольку они ни о чем и так отвечал на вопросы иван комаров он в лесте работает седьмой год отвечает за решение по дизайну механикам в том числе за новые ветки штурм сау сборочный цех и аукционы в начале этого интервью наверно самое интересное это про объект 259 а это пример танка который от баланс или уже он готов к релизу его выпустили а на релизе он получился слабее чем ожидалось после теста люди уже купили с нынешними ттх этот танк он уже разошелся по рукам танчик распространился кто хотел его с такими ттх взять тот его и получил поэтому правки этого танка не планируется по крайней мере ближайшее время у меня возникает вопрос если вы сами его от тестировали от баланс или и не поняли что он получится слабоват то как это должны были понять люди которые на нем не играли не тестировали не имели какой-то дополнительной статистики по этому танку они его купили они что знали что они берут у вас в игре даже нельзя сначала покатать на танке потом его купить провести какой-то тестовый бой или заезд на каком-то полигоне или еще что-нибудь у вас даже в игре ттх не все на танке написаны ттх танк открываешь в клиенте игры вот внутри вот в ангаре также не все циферки написаны которые вообще есть не все параметры которые есть у танка люди вообще как должны были понять что они берут я честно скажу я купил 259 а он реально слабоват на нем можно играть только как танк поддержки из-под тишка давая свою альфу и все по броне он вообще удар не держит абсолютно но как говорил я уже много раз танк уже продан ну и все нафиг он нужен вот очередной раз подтверждение в чем проблема просто взять и немножко улучшить хотя бы броню в лд этом или еще вот что-нибудь если бы у него хотя бы в лд танковала я уже не говорю об остальных вещах в танке на нем можно играть но это очень тяжело и на нем только статисты могут хоть какой-то результат наиграть также еще рассказывают в интервью как происходит вообще у нас тестирование танков и там в одном из моментов рассказывается что сначала они попадают на общий тест после чего изучается что происходит в случайных боях это если какие-то изменения на танки происходят если это новый танк то сначала внутренний тест и меня сразу возникает вопрос неужели на общем тесте можно вообще хоть что-то нормально тестировать во первых на десятом уровне там происходит чисто клоунада ничего общего с рандомом там по сути нет второе это то что там кроме 10 уровня ни на чем вообще ни на каком другом уровне в бой не попадешь и толком ничего протестировать там невозможно сколько раз выходили там новые танки или новые ветки или изменения ттх допустим даже на восьмом уровне там невозможно вообще никуда попасть в бой ни на чем кроме десятки чего они там проверяют на этих тестах честно говоря сложно сказать т-44 облегченный танкует лучше и урона носят немного лучше чем лт 432 тем не менее будут продолжать смотреть на ттх облегченки и скорее всего апать да настолько все лучше делать что надо апнуть на фоне лт 432 который вроде как нормальный т-44 облегченный счет не очень нормальный а тот же самый т-54 первый образец танка нет в рандоме уже несколько лет он и не актуальный он слабый по ттх и он не популярен вообще танк даже хуже чем льготные танки про него просто наверное сами разрабы забыли также тут идет еще объяснение что такое имбовые танки я думаю раз усоливать это нет смысла все так понимают что такое имбовые танки тоже в будущем машины уровня бураска skoda и корее ждать не стоит по крайней мере в таком масштабе как сейчас даже уже сейчас такого масштаба нет как раньше данный момент много откровенно слабых машин на восьмом уровне и разработчики будут их улучшать базе 176 нерфить не будут все танки которые продавались без приписки о том что их ттх могут быть изменены изменяться они будут только в случае если изменят какую-то механику которая их затрагивает например ограничение голдовых снарядов в ближайшее время разрабы присмотрятся к type 5 кори планируется либо ограничить пт-шку в продаже навсегда либо менять ттх честно говоря я не понимаю зачем менять ттх кори если он слабее чем базе 176 чем skoda т56 чем бураск это не самый-самый имбовый прим танк да он безусловно типа очень сильный но я бы не сказал бы что он самый сильный если их и нерфи то наверное по справедливости и остальные тоже а так получается просто одного почему-то выбрали остальные типа нормально про крайность в балансе смену меты в игре танки углубленные в одну сторону бабаха k2 strv s1 таких крайностей мало хотя именно эти танки приносят больше всего эмоций их будут делать больше часть старых тачек будут выводиться в близкие к этому направлению может быть эмоции от них и больше но иногда меня эти вещи напрягают самый маленький лт самый невидимый танк самый пробивающий танк самый бронированный вот допустим k2 самый бронированный ну я бы сказал бы что на нем как-то кайфово играть strv s1 тоже на нем только одно занятие плюс-минус интересное стоять на месте стрелять но при этом когда ты играешь на каком-то k2 и против тебя стреляющий куст и старый s1 то они друг на друга умножаются и самоуничтожаются поэтому эти крайности это такое не знаю к чему это приведет но раньше были такие моменты что эти крайности меня только раздражали чаще чем приносили какие-то кайфовые эмоции а раздражителей в игре мне хватает и без этих крайностей смена мета это хорошая тема смена мета mxm4 mlepsi4 направление в целом правильное но ребята немного переборщили ну да его там нерфили несколько раз на нем и сейчас в принципе можно играть но потяжелее 279 чифтейн с точки зрения идеального баланса нужно нерфить дальше с точки зрения практики разрабы еще думают мне кажется уже там нет смысла их дальше нерфить на родной техники в будущем может быть открыт доступ в игровые режимы fv215b был худшим танком 10 уровня невероятно хорош он не стал но стал востребованным то есть тут пример того что танк стал на хайпе популярным но не стал сверх им бой о чем я и говорил типа он задачи может дать но он точно также легко и быстро самоуничтожается как только ты на нем начинаешь подставляться он удар не держит вообще заднее расположение башни горит в лоб броня слабая 10 уровень коллекционки самый безопасный чтобы их потрогать на т-62а и mx30b разрабы набивали руку если танк не популярный и неэффективный с этим будут что-то делать это те самые танки которые подходят максимально для апа следующий патч 124 будет после нового года планируется ап лорейн 50т и компанзер 3 project 07 хк на очереди ап ветки йохал в с 115 а м48 паттон и нерв ветки хори 3 десятка и семерка очень сильные также разработчики очень сильно крутит британскую колеску некоторые из этих танков уже апнули и апнули лору 50т на самом деле очень не очень это не апа просто туфта ему нужно улучшить перезарядку на секунду а то и на полторы и тогда будет более-менее в обновлении 124 будет еще одна ветка японские т.т. это мы уже знаем это мы уже видели гидромневая подвеска плюс механика охлаждения орудия возможен пересмотр ттх итальянской пт минотавр она не очень популярная и в рандоме их не так уж много но возможно тому разработчику есть другая статистика но мне кажется если ее потрогают на ней вообще никто играть не будет потом через время придется ее апать трогать низкоуровневую технику разработчики будут не скоро она не в приоритете вот здесь на мой взгляд это как парадная дверь в игру люди приходят а у них на парадной двери на входе так сказать на крыльце вот это вот безобразие в виде низких уровней которые они даже трогать не хотят и давно не трогали и забили там вообще просто жуть и время от времени подарочные танки туда закидывают еще больше хаоса добавляют мне кажется низкие уровни нужно либо как-то подрезать уменьшить количество уровней я не пойму зачем они там вообще нужны либо вообще пересмотреть геймплей на низких левелах поскольку честно говоря вообще идиотский не баланса не адекватности там ничего нет просто хлам какой-то куча куча и все это встречают новички которые пытаются что там в игре разобраться а там на низких левелах просто жуть мне кажется ниже пятого уровня там просто я не знаю зачем она есть а сам на самом деле я стараюсь вообще ниже седьмого левела даже не спускаться иногда там на шестом уровне можно что-то там поярать но даже там дурка еще то а вообще лучше даже ниже восьмого не спускаться чем выше тем лучше вот самый комфорт играть с седьмого по девятый уровень объект 261 единственная комфортная арта и самый популярный танк в игре когда разрабы подойдут к ребалансу арты они потрогают и объект 261 в контексте стана планируется это не скоро общая популярность класса должна остаться той же но стать размазанный по разным машинам сейчас 10 арта более популярна чем 10 уровень лт меня это очень огорчает что не будут нерфить объект 261 видите ли арта водам больше не на чем будет играть так они только на ней играют практически каждый бой на десятом уровне по два объекта 261 и разработчиков все устраивает а меня допустим не устраивает потому что они каждый бой стреляют в активно играющие танки и этот активно играющий танк это почти всегда я на этих коридорных душных картах на которых особо некуда поехать тебе просто каждые 20 секунд на голову прилетает объект 261 это просто ужасно в общем и целом мучиться еще под артой очень долго на мой взгляд это очень сильно убивает желание играть в игру развиваться и вообще играть в топовый контент в игре десятый уровень и это уже длится очень давно и будет еще продолжаться и продолжаться зачем разработчикам столько арта воду что им там нравится этим арта водам очень сильно разработчиков это беспокоит класс про огнеметы они бывают разные не только арта к вопросу ждать не ждать объект 156 о востребованы игроками у него есть своя роль по сумме это явно был успешный опыт по оптимизации работа проделана просадки по фпс теперь меньше огнемет хорош ждем новые я честно я не особо жду новые огнеметы с этими оглушениями танки мне уже запарили то что оптимизацию лучше ли вроде как при стрельбе огнемета у меня теперь процессор не взлетает на орбиту видимо что-то там реально оптимизировали поскольку когда они только появились как только где-то там на горизонте вижу летит и рыжая струя все у меня там процессор охлаждение на всю катушку работает и компьютер полетел на орбиту сейчас более-менее все не так все улучшилось вроде реально поработали штурм сал должны дать новый игровый опыт из-за навесной траектории стрельбы привести больше контента и скорее всего они в игре появятся прям также будет игроки будут занимать другие позиции по-новому посмотрят на карты то как будут доступны штурм салу дискуссионный вопрос траектория стрельбы будет не такая как сейчас вариант сделать ее более пологой рассматривается вариант с двумя снарядами кумулятив и фугас кумулятив показался как более вовлекающий каким будет фугас пока непонятно я честно говоря вообще против этих штурм салу какой там новый угол или новый взгляд на карты мне вообще не интересно я не хочу чтоб под новым углом или взглядом меня расстреливала еще и штурм салу когда я буду играть активно впереди всех под новым углом мне на голову будет прилетать другой мешок с подарками не такой как обычно мне он нафиг не нужен опять будут страдать активно играющие игроки которые на каких-то безопасных позициях играли от башни там или от рельефа им будет прилетать еще с другой стороны кусок от арты зачем это мне надо мне вообще это не надо мне без них тяжело и душно когда мне обычная рта на голову каждый бой по 2261 стреляет еще и вот это мне вообще лично мне как активно играющим игроку это не надо вообще из какой продолжительность у нас будут бои если танки которые сдерживают направление будут под разными углами получать пиздюлей под какими еще углами можно смотреть на эту игру если все карты коридорной канавы и большая часть всех карт не играбельное пространство вроде карта километр на километр а у нее процентов 50 вообще местности где вообще даже ездить нельзя а из тех остальных 50 что остается там две дорожки две канавки два бугорка два куста траекторию правят потому что сейчас закидывание от штурмсаву местами выглядит и ощущается ненормальным прямо девятого уровня будут трогать те которые больше всего нуждаются но если это будут такие же апы как у лоры 50т или у из 5 то это конечно грустно но если их нормально опнуто это хорошо поскольку все прям танки 9 уровня полный шлак разве что последний из новогодних коробок к 91 122 более-менее нормальный но остальные прям танки 9 уровня просто ужасны может еще и лтшка французская более-менее одно из самых главных в это видео это мое мнение и что я не услышал не увидел в этом видео вообще ни слова про баланс карт будут ли убирать из игры на время или навсегда слабые не играбельные карты как часто будут добавлять новые карты там есть инфа о том что будут возвращать старые карты насколько часто непонятно когда будут дорабатывать те карты которые недавно ввели или уже ввели да и так пойдет здесь вообще ни слова некоторые вещи которые тоже хотелось бы исправить но они не связаны с балансом тут понятное дело в этом видео ясно почему мы не услышали поскольку тут все только про баланс но есть тема для отдельного видео поговорить о том что хотелось бы в игре еще или что нас ждет в следующем году тоже можно поговорить но видимо 29 декабря на стриме с разработчиками что-то нам расскажут еще что нас ждет в следующем году насколько я понял посмотрел это видео а не только читая вот этот вот текст если танк имбовый но не популярный на нем почти никто не играет то его можно не нерфить пускай валяются зачем им заниматься яркий тому пример м6 на шестом уровне уже второй там или какой год просто разрывает рандом да он большой да у него мало брони но у него пушка чуть ли не от восьмерки пробитие 160 обычным снарядом 240 специальным бешеный дпм альфа 240 на шестом уровне он просто нереально жестко наносит урон так еще и уэйны хорошие точность хорошая комфортно в принципе пушка его не нерфит пока их в рандоме видимо по полкоманды не будет танк нереально сильный и с другой стороны какие танки будут апать те которые и не популярные и слабые также будут у нас целые ветки апать я там слышал что-то около 13 веток нас ждет слабых и не популярных которые будут апать в следующем патче мы увидим апы веток йоха м48 паттон а также в с 111 5 а я так думаю еще и вместе с ними будут апать какие-то слабые прям танки а вот имбовые прям танки мы скорее всего будем видеть очень редко в ограниченном количестве там на аукционах или еще где-нибудь за миллионы миллиардов ресурсов понятно дело каких нерфа каких-то там прям танков особо как-то не намечается единственно что говорят нам что понерфят кори может быть а может быть и нет но зачем он нерфить только потому что у него надпись есть что могут на нем производить изменения ттх без компенсации а другие имбовые прям танки не будут нерфить потому что там такой надписи не было потому что они продавались еще задолго до лесты короче непонятно и видимо остальные прям танки самые имбовые будут продаваться очень редко это получается прямой pay to win заплатил нагибаешь потому что ты купил импу в ограниченном количестве заплатил там сколько-то там на аукционе дофига и вот тебе нагиб на имбовом редком танки видим что игра стремится к балансу а но в целом мне нравится типа менять метовые танки для разнообразия покатать в такой рандом в такой рандом это прикольно на словах звучит все классно но заходишь в рандом на десятках каждый бой 2261 объекта по 10 птшек никакого разнообразия или смены мет и не ощущается до заходишь на сайт там метовые танки они меняются заходишь в рандом половина боев вот такие как только что я назвал куча пт и два объекта 261 да не в каждом прям бою такое происходит но очень часто поэтому на словах это все конечно красиво но в самом бою не все так радужно также в целом мне нравится что будет много аукционов и там будут новые какие-то редкие танки и старые имбовые это поводы для того чтобы сделать видосики покатать эти танки и так далее это прикольно но с одной стороны это какой-то там pay to win заплатил нагибаешь но с третьей стороны если прям сделать все танки сбалансированные беззубые бездушные то не будет какого-то интереса какой-то танк где-то получить игра станет более пресной насколько я честно я не знаю многие говорят идеального баланса все равно не достичь честно говоря мне кажется никогда и не старались да так принципе она и есть в принципе прикольно что будет много событий с интересными танками которые можно получить они будут редкие мы будем ими дорожить если мы их получим это прикольно есть к чему стремиться чтоб что-то интересное получить но опять же почему их не будут продавать массово потому что они душат новичков и целевую аудиторию они будут ливать из игры если их имбовыми танками каждый бой в рандоме выносить в ангар но с другой стороны если мы купили редкий имбовый танк выехали в рандом мы точно также целевую аудиторию новичков и людей которые не смогли этот танк получить будем выносить и раз он имбовый то есть это тоже самое только в меньшем количестве то есть имба если не популярная можно ее не нерфить а иногда продавать за миллион миллиардов ресурсов на аукционе да и зачем ее нерфить если в рандоме их мало единственно что из этого всего меня радует это об каких-то непопулярных веток смена меты и об слабых танков и об слабых прем танков также еще там намечается нерв ветки кори 3 мне кажется они уже более-менее в рандоме устаканились зачем лишний раз будоражить народ не знаю в общем и целом пишите свое мнение в комментариях что вы об этом всем думаете мне кажется что далеко не все целевая аудитория оценит в таком интервью с одной стороны до нужны какие-то редкие бовые и привлекательные танки с другой стороны насколько это очень режет слух и о каком вообще киберспорте тогда идет речь и с другой стороны когда заходишь в рандом что мы там видим какие танки там сейчас нас окружают с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня и пока